Насколько эффективна деятельность правоохранительных органов по выявлению и пересечению коррупции в бюджетной сфере? Как тщательно контролируются процессы закупок товаров, работы и услуг для государственных нужд? На антикоррупционном совещании была дана оценка работе служб, от которых и зависит контроль над этой деятельностью. Чистопольский межрайонный следственный отдел, говоря о практике расследования коррупционных преступлений, подчеркнул о необходимости совместной работы всех оперативных служб и контрольно-надзорных органов. В настоящее время, по мнению отдела, их работа по выявлению коррупции в бюджетной сфере ведется ненадлежащим образом. Были озвучены меры, направленные на изменение ситуации. Необходимо активизировать совместную работу всех правоохранительных органов и контрольно-надзорных органов, названных муниципальных районов по противодействию коррупции. Соответствующие вопросы и практику взаимодействия обсуждать на совместных межрайонных совещаниях. Обеспечивать постоянный взаимный обмен между всеми заинтересованными органами информацией обо всех ставших известных факторах нарушения, преиспользуемых государственными муниципальными имуществами. Обмен информацией и совместная работа, в том числе и по пресечению таких коррупционных преступлений, как дача взятки и превышение должностными обязанностями, обязательные условия для успешного завершения уголовного дела. На совещании были подведены итоги текущих дел, связанных с расследованиями преступлений. Продолжается работа по поступившему следственному управлению обращением по телефону доверия. По каждому уголовному делу в обязательном порядке проводится работа по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Прозвучали рекомендации вовремя привлекать следователей к проверкам, если получена информация контрольно-надзорных органов о допущенных преступлениях в качестве озвученных задач, своевременность и оперативность всех служб. В Чистополе посвящена восьмая программа из цикла передач о Татарстане. Финско-русский актер и режиссер Вилли Хаапасала вместе со своей съемочной группой прошелся по старинным улицам города, побывал в Скорятинском саду на набережной. В качестве собеседника для фильма известный в Чистополе краевед, старший научный сотрудник Рафаэль Хисамов. Он рассказал автору программы об особенности города, его истории, современных традициях и туристическом потенциале. История нас интересует, но история это не главное. Главное у меня в программе всегда было люди, с которыми мы встречаемся и через которые мы узнаем про город, район, регион. Живут очень много разные культуры, разные народы, разные религии, а все как-то живут мирно. И вот это на сегодняшний день является таким очень, скажем так, для меня важным фактором, потому что на сегодняшний день надо открывать телевидение, ты увидишь, что не везде так мирно это получается. Съемочная группа побывала в мемориальном музее Бориса Пастернака, на новом пивоваренном заводе и в других значимых местах Чистополя. В том числе на островах в государственном природном заказнике «Чистая луга». Ведь часть программы посвящена национальной рыбалке. По мнению актера нужно говорить и рассказывать правду о России, ведь он ее хорошо знает изнутри. В своих программах он будет рассказывать телезрителям об увиденном глазами европейца. «Попробуют какие-то вещи объяснить тем людям, которые, может быть, не все понимают. Вот такая вот программа. Я хотел делать такой цикл программ, который мы совместно делаем с Татарстаном, с правительством. Мы все прекрасно понимаем, что это является и продвижением этого региона в Европу в основном». Впереди продолжение Тора. Премьера цикла передачи о Татарстане запланирована на 1 сентября на авторском канале актера в Финляндии. Идея восстановить это старинное здание пришла Чистопольскому Махтасибату не случайно. Ведь именно здесь в старину располагалась Мадресе Камалия. Оно было построено в середине XIX века на средства Чистопольского купца, татарского просветителя, богослова и религиозного деятеля Мухаммад Закира, Мухаммед Камалова. Мадресе полностью содержалось за его счет. Здесь учились Гаяс, Исхаки, Фатвих Карим и другие выдающиеся деятели. В уже 20 веке здание также служило образовательным целям, а в наши дни полностью пришло обзабвение. Вдохнуть в это здание вторую жизнь и превратить его в современный культурный центр – задача Махтасибата. Мы хотим продолжить эту старую добрую традицию и эту миссию. То есть мы хотим сделать здесь развивающий центр, где человек, придя сам, либо приведя своего ребенка, сможет найти и выявить свои таланты, выявить свои сильные стороны и, конечно же, в дальнейшем развивать их. Это здание будет себе нести абсолютно светский характер. И вот полным ходом начались ремонтно-восстановительные работы. Преобразился внешний вид здания. Произведен демонтаж всех внутренних коммуникаций, полностью заменена крыша, в самом разгаре восстановление учебных кабинетов. Мы бескрайне благодарны нашему городу, которые передали нам это здание. И также, то есть, не менее бескрайне мы благодарны нашим спонсорам. Интерьер, дизайн, мебель – все будет соответствовать тому, чтобы человеку было комфортно, чтобы он мог раскрыться, чтобы он мог поделиться своими проблемами и вместе найти какие-то решения. Полную реконструкцию здания и его прилегающей территории планируется завершить уже осенью. Здесь разместится целый образовательный комплекс, как для детей, так и для взрослых. Распахнет свои двери музей татарского культурного наследия. Какие молитвы надо произносить перед приемом пищи, как правильно читать намаз, в чем заключается смысл Корана и почему нужно соблюдать его нравственные законы. Обо всем этом маленькие чистопольцы узнают в детских оздоровительных центрах. Они открываются при городских мечетях каждое лето. Необходимость существования таких центров оздоровительных – это, опять же, воспитание будущего поколения, но и лучшим образом, чтобы они прививали к ним уважение к родителям, к старшим, то есть любить свою страну, свою родину, служить ей, приносить пользу. Результат он все-таки есть, и поэтому мы стараемся продолжать именно вот эти вот оздоровительные центры и пытаемся их развивать, что-то новое вносить, какие-то интересные технологии новые. В оздоровительном центре мечети Анас дети изучают Коран, осваивают восточные языки. Самому юному ученику – 5 лет, самому старшему – 14. Для того, чтобы лучше усвоить материал, для детей проводятся занятия в игровой форме. Продумана развлекательная досуговая программа, куда входят спортивные и оздоровительные мероприятия, различные квесты, викторины и другие испытания. Все это – собственные разработки вожатых центра. Алмаш Рафуддинов работает вожатым уже второй год, еще совсем недавно. Он сам был воспитанником центра, а теперь работает с детьми и мечтает посвятить себя педагогике. Дети, они также могут продолжить ходить на уроках. Они просто изучают мечеть. Знаете, почему люди не ходят в мечеть, это потому, что они боятся там. То есть заходить – это страх перед неизвиданным. А дети уже своим родителям в дальнейшем рассказывают, что в мечети хорошо. И то есть через детей и родители приходят в мечеть, и сами дети приходят на уроки. В дни работы центра в мечети Анас – собственная валюта, так называемые Анасики. Дети получают их в качестве вознаграждения за проявленные умения и активность. И наоборот, изымаются в случае замечаний. В конце смены на эти Анасики дети смогут приобрести различные сладости и сувениры на память о ярких каникулах. С целью именно воспитать в детях чувство ответственности, чувство, что они ответственны за себя, ответственны за будущее, свою семью, которую они будут. Что они будущие кормильцы. И вот это им помогает, то есть заработок вот этих Анасиков, как бы своего рода такой валюты, помогает им воспитать, воспитать вот уже на практике почувствовать. Потому что они уже чувствуют себя и покупателем, и продавцом, то есть и потребителем. То есть вот это очень хорошая такая практика. Раз, два, третий, четыре. Раз, два, третий, четыре. В дворце творчества детей и молодежи, учащейся шестой школы и второй гимназии. Все они отдыхают в пришкольных лагерях и уже который день активно принимают участие в различных городских программах. Сюда они приглашены тоже не случайно. Для них организован танцевальный батл. Дети не просто учатся танцевать, но и соревнуются между собой на звание лучшей команды. Это очень интересно, весело. Главное, очень важно для здоровья. Очень нужно двигаться. Я тоже как бы хожу на танцы, и вот эти баттлы, танцы при людях, они раскрывают человека изнутри. Они показывают его состояние, его душевность, как он себя ведет. Мне очень нравятся баттлы. Там можно подвигаться, повещериться, получить всю энергию. Девчонки, мальчики, зажигаем! Кроме танцев, ребята показывают и свои спортивные таланты. Все они участники комического футбола. Это заряжает азартом и хорошим настроением на весь день. Так было на протяжении всех двух смен. Конкурсы и соревнования, экскурсии и посещение бассейна вошли в программу всех пришкольных лагерей. Сейчас их работа завершается. Всего в муниципальном районе их было 27. Дополнительно работали еще 13 лагерей труда и отдыха. Получили возможность полноценно отдохнуть в стенах своих школ более 2000 детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...